Добрый день слушатели заочных курсов юниор. Сегодня мы с вами продолжаем изучение нервной системы человека и конкретно сегодня поговорим о строении и функциях головного мозга как отдела центральной нервной системы. Мы уже с вами знаем, что нервная система включает в себя центральную и периферическую нервную систему. То есть к периферической нервной системе у нас относятся нервы, нервные узлы, нервные сплетения. Все они отходят от центральной нервной системы. К центральной нервной системе у нас относится спиной мозг, который мы с вами разбирали на нашей второй видео лекции, выполняли уже задание. Спиной мозг у нас находится в позвоночном канале и представляет собой вот такой тяж. Сегодня же мы поговорим с вами более детально о головном мозге, как тоже отделе центральной нервной системы. Что мы с вами знаем? Знаем мы с вами то, что головной мозг очень хорошо защищен костями черепа. Более того, головной мозг покрыт несколькими оболочками. Твердой оболочкой, которая непосредственно прилегает к костям черепа. Паутиной оболочкой, которая представляет собой тяжи и соединительные ткани. И мягкая сосудистая оболочка, которая представлена кровеносными сосудами, питающей головной мозг. В заданиях олимпиад различного уровня, что нам нужно с вами знать по строению функций головного мозга? Ну, обязательно нужно знать отделы головного мозга, как они располагаются в головном мозге по отношению друг к другу, их топографиям. И также обязательно функции, какие выполняют те или иные отделы головного мозга. Начнем мы сегодня с того, что определимся, какие же отделы есть и в головном мозге. В головном мозге выделяют пять отделов. Это продолговатый мозг, задний мозг, который включает в себя мозг и мозжечок, средний мозг, промежуточный мозг и конечный мозг, который представлен большими полушариями. Вот эти пять отделов нужно знать обязательно. Также в строении головного мозга иногда выделяют три большие части. Это ствол мозга, мозжечок и передний мозг. Ствол мозга включает в себя три отдела. Это продолговатый мозг, мозг и средний мозг. Вот эти вот три отдела, продолговатый мозг, мозг и средний мозг составляют стволовую часть головного мозга. Следующая, вторая большая часть головного мозга это мозжечок. И третья часть это передний мозг, который включает в себя оставшиеся отделы, то есть промежуточный мозг и большие полушария. Поэтому при подготовке к олимпиадам обязательно выучите деление головного мозга на пять отделов. Продолговатый, задний, средний, промежуточный и конечный мозг, а также деление его на три большие части. Ствол мозга, мозжечок и передний мозг. Начнем с вами подробно рассматривать строение и функции этих отделов. Обычно всегда начинают с продолговатого мозга. Продолговатый мозг является продолжением спинного мозга и чем-то на него даже похож. Так, продолговатый мозг имеет вид тяжа или усеченного конуса. Но, в отличие от спинного мозга, у продолговатого мозга нет хорошо выраженной сегментации, которую мы с вами видели и изучали в строении спинного мозга. Также нейронная организация в продолговатом мозге наиболее сложная по сравнению со спинным мозгом. Продолговатый мозг, какие уже у него функции? Если говорить обобщенно, то продолговатый мозг имеет две функции. Это проводниковая функция, или еще иногда называют проводящая, и рефлекторная. Проводниковая функция продолговатого мозга связана с тем, что через него осуществляются восходящие и нисходящие пути связи между спинным мозгом и остальными отделами головного мозга. Рефлекторная функция продолговатого мозга заключается в том, что этот отдел головного мозга принимает участие в реализации самых различных рефлексов, как вегетативных, так и соматических. В продолговатом мозге находятся очень важные центры. Так, в продолговатом мозге находится дыхательный центр, который регулирует процессы дыхания нашего организма. Допустим, продолговатый мозг регулирует работу мышц, которые обеспечивают акты вдоха и выдоха. Также в продолговатом мозге находится сосудодвигательный центр. По названию этого центра мы понимаем, что продолговатый мозг регулирует диаметр кровеносных сосудов. Также продолговатый мозг содержит в себе центр регуляции сердечной деятельности и может влиять на частоту сокращения сердца. Также продолговатый мозг содержит центры, отвечающие за важные защитные рефлексы. Это такие рефлексы, как чихание, кашель, рвота. Также продолговатый мозг обеспечивает восприятие сигналов внутренней среды нашего организма. В общем, продолговатый мозг является центром вегетативной регуляции нашего организма. То есть он регулирует процессы дыхания, работы нашего сердца и многих других важных процессов. Проще говоря, без продолговатого мозга мы просто погибли, потому что вегетативные функции не были бы под контролем нашего организма. Кстати, вот продолговатый мозг, вот здесь вот видно, в нем залегают ядра достаточно большого количества черепно-мозговых нервов. В центральной части продолговатого мозга имеется такая структура, которая называется ретикулярная формация, которая продолжается и далее в другие отделы головного мозга. Ретикулярная формация связывает различные отделы головного мозга друг с другом. Следующий отдел головного мозга это мост, или иногда еще его называют воролиев мост. Мы уже выяснили, что он входит в состав заднего мозга. Где располагается мост? Мост располагается выше продолговатого мозга. То есть зеленым цветом мы здесь сидим продолговатый мозг, а сверху располагается мост. Мост имеет вид утолщенного валика. Внутри моста находятся ядра. Зачем нужен мост? Какие же функции он выполняет в головном мозге? Ну, во-первых, осуществляет проводниковую функцию, передает информацию из спинного мозга. Естественно, при участии продолговатого мозга в различные отделы головного мозга. Также воролиев мост связан с мимикой, которая характерна для человека. Также мост в его структурах находится на центре, поднимающей участие в принятии пищи и сознательном контроле за движением тела. Мост входит в состав заднего мозга вместе с мозжечком. Вот так выглядит мозжечок. Где он расположен? Мозжечок расположен в задней части продолговатого мозга и моста. На рисунках хорошо видно, что мозжечок состоит из двух полушарий, которые соединены непарной структурой, которая называется червь. Наличие полушарий, непарной структуры, которая их соединяет, чем-то напоминает строение конечного мозга или больших полушарий. Иногда мозжечок еще называют малым мозгом. Из наших ранних лекций мы с вами помним, что есть белое и серое вещество. Также белое и серое вещество распределено в мозжечке. Серое вещество располагается снаружи мозжечка, образуя его кору. В центре находится белое вещество. Белое вещество в мозжечке образует вот такие вот разветвления, чем-то напоминающие дерево. Поэтому иногда можно встретить такую информацию, что белое вещество в мозжечке образует древо жизни, так называемое. Значит, в мозжечке расположены ядра, в основном они представлены белым веществом. И вот когда мы изучали с вами спиной мозг, то там соотношение или расположение белого и серого вещества было несколько другое. В спинном мозге серое вещество находилось в центре, а белое вещество по периферии. У мозжечка мы наблюдаем противоположную картину. Также обращаю ваше внимание, что мозжечок имеет вот такие вот борозды, которые позволяют увеличить общую поверхность серого вещества мозжечка. Функции мозжечка, я думаю, даже вы сейчас уже знаете, мозжечок принимает участие в координации движений и поддержании мышечного тонуса. Таким образом, при повреждении мозжечка координация движений у человека или животных может быть наружена. Вот изученные сейчас с нами три отдела являются достаточно древними образованиями головного мозга, рассматривая их эволюционно. Также достаточно древней структуре головного мозга относится средний мозг. Где располагается средний мозг? Средний мозг расположен над мостом и получается он граничит с мостом и с промежуточным мозгом. Средний мозг имеет такую структуру, которая называется четверохолмия. Называется оно так, потому что имеет четыре холмика. Два верхних холмика и два нижних. Ну вот, может быть, на препарате среднего мозга здесь вот четверохолмия и эти холмики будут видны лучше. Вот два верхних холмика и два нижних холмика. Зрительные холмики являются центрами ориентировочных рефлексов на какие-то зрительные раздражения. Нижние слуховые холмики являются центрами ориентировочных рефлексов на какие-либо звуковые раздражения. Также рассмотрим расположение четверохолмия, что оно находится со стороны среднего мозга, обращенное к мозжечку. Обязательно запомните, что в среднем мозге находятся ориентировочные рефлексы на звук и на какие-то зрительные раздражения. Очень часто этот вопрос встречается в задании. Ну, также средний мозг это как некий курьер, который проводит зрительную и слуховую информацию, вышележащие отделы головного мозга. Также средний мозг выполняет проводниковую функцию, провояя не только зрительную и слуховую информацию, но и некоторую другую информацию к отделам промежуточного мозга и больших полушарий. Также в среднем мозге находится центр, связанный с двигательной функцией, а именно с движением глазных яблок. Кстати, тоже черепно-мозговые нервы, которые регулируют движение наших глаз, их ядра располагаются в среднем мозге. Далее мы переходим к более прогрессивным отделам головного мозга. Это промежуточный мозг и конечный мозг. Промежуточный мозг имеет достаточно сложное строение и состоит из четырех частей. Это гипоталамус, таламус, метаталамус и эпиталамус. Где вообще располагается промежуточный мозг? Он располагается над средним мозгом и граничит с конечным мозгом. Промежуточный мозг расположен как бы в глубине головного мозга. Одна из самых больших структур промежуточного мозга это таламус. Несколько более вентрально расположен эпиталамус. Дарсально располагается метаталамус. На другом слайде мы увидим. Ну и соответственно гипоталамус располагается вентральность, как бы с брюшной стороны. Давайте все эти четыре отдела промежуточного мозга, гипоталамус, таламус, метаталамус и эпиталамус рассмотрим. Так, ну начнем мы наверное с таламуса, как наиболее такой большой структуры промежуточного мозга. Таламус по-другому его называют зрительный бугор. В таламусе выделяют четыре ядра, то есть центра. Какое-то ядро перераспределяет зрительную информацию, которая приходит от других отделов и будет направлять его далее в головной мозг. Также в таламусе имеются ядра, ответственные за слуховую информацию, за тактильную информацию и ядро, отвечающее за чувство равновесия и баланса. То есть здесь информация в таламусе первично обрабатывается, а далее уже направляется в конечный мозг. Поэтому одна из функций таламусов это первичная обработка различных видов чувствительности, таких как зрительных, слуховых и вкусовых сигналов. Также здесь в таламусе находится центр организации и реализации различных наших инстинктов лечений и эмоций. Далее, что собой представляет метаталамус? Метаталамус не очень большое образование промежуточного мозга и в метаталамусе располагаются вот такие вот коленчатые тела. Парное образование, соответственно есть правое и левое коленчатое тело и каждое коленчатое тело делится на медиальное и латеральное. Ну медиальное и латеральное, это очень часто встречающийся термин в анатомии, указывающий расположение. Медиальное ближе к средней линии, латеральное дальше к средней линии. Медиальное коленчатое тело у нас является подкорковым центром слуха, а латеральное коленчатое тело является подкорковым центром зрения. Поэтому запомним, что метаталамус представлен к коленчатым телам, и эти коленчатые тела являются подкорковыми центрами слуха и зрения. Эпиталамус. По-другому эпиталамус еще называют надбугорной областью промежуточного мозга. К эпиталамусу относится вот такая структура, которая называется эпифиз или шишковидная железа. С эпифизом мы уже сами встречались при нашей первой видео лекции, когда мы разбирали эндокринные железы и говорили о том, что эпиталамус, точнее эпифиз, это эндокринная железа, выделяющая гормоны мелатонин и серотонин. Вот эпифиз является структурой, относящейся к эпиталамусу. И четвертая часть промежуточного мозга это гипоталамус. Гипоталамус также нами был с вами разобран, когда мы с вами разбирали эндокринную регуляцию нашего организма. Дело в том, что гипоталамус, ну во-первых, он состоит из большого количества ядер. Гипоталамус имеет придаток, который называется гипофиз. Вот он изображен, и вот здесь мы с вами видим формы треугольника. Это у нас гипоталамус, а от него образуется гипофиз. Значит, гипоталамус у нас является достаточно важной частью промежуточного мозга, потому что он является центром также регуляции вегетативных функций организма. На функции организма гипоталамус воздействует с помощью гормонов, нервных импульсов, веществ, которые он выделяет. Воздействует гипоталамус на гипофиз, а гипофиз уже непосредственно руководит, допустим, некоторыми эндокринными железами. Помните, мы разбирали, что есть гипофиз-зависимые, гипофиз-независимые железы. На них влияет гипофиз. Но приказ гипофизу дает именно гипоталамус. В гипоталамусе также располагаются центры теплорегуляции, голода и насыщения, жажды. Вот тоже очень часто встречается вопрос, где же располагаются эти центры. То есть, запомним, центры теплорегуляции, жажды, голода, центры гомеостаза находятся именно в гипоталамусе. Ну и помним, что гипоталамус имеет гормоны, они синтезируются в гипоталамусе, но попадают в кровь уже через гипофиз. Вот такие четыре структуры входят в состав промежуточного мозга. Таламус, эпиталамус, гипоталамус и метаталамус. И переходим к конечному мозгу. Конечный мозг это самая большая структура головного мозга. Более 80% головного мозга приходится именно на конечный мозг. Конечный мозг состоит из двух полушарий. Из левого и правого полушария. Они разделены вот такой вот щелью, а соединяются с помощью мозолистого тела. В конечном мозге нам тоже нужно знать, как располагается в нем серое и белое вещество. Серое вещество покрывает головной мозг, образуя его кору. Также в центре, в самих больших полушариях находятся ядра, которые состоят из серого вещества. Белое вещество образует проводящие нервные пути. Также для вас, наверное, не секрет, что левое полушарие руководит правой половиной тела и наоборот правое полушарие руководит левой половиной нашего тела. Два полушария обязательно дополняют друг друга. Поверхность больших полушарий значительно увеличивается за счет того, что в нем имеются борозды и извилины. Борозды. Есть три самых главных борозды. Центральная, боковая и теменозатылочная борозда. Вот видите, они на этом слайде отмечены. Делят конечный мозг на четыре доли. Лобная доля, теменная доля, височная доля и затылочная доля. Ну, по проекции они несколько совпадают с костями черепа. То есть одноименные кости есть и в строении нашего черепа. Также очень часто встречаются задания, где доли больших полушарий необходимо определять. И иногда с разной стороны рисует головной мозг. Запомните, что затылочная доля, она располагается со стороны мозжечка. Какие же функции выполняют те или иные доли головного мозга? Лобная доля, она очень большая. В ней находятся центры мышления, сознания, сложных форм поведения, произвольные движения. И также здесь находятся центры, ответственные за нашу речь. Теменная доля. Теменная доля воспринимает и анализирует информацию, которую получают наши кожно-мышечные рецепторы. Также теменная доля регулирует нашу ориентацию в пространстве и способствует регуляции целенаправленных движений. Поэтому также наша ходьба и ориентация в пространстве зависит от теменной доли. Височная доля. Височная доля связана у нас в первую очередь с восприятием слуховой информации. Но также здесь обрабатываются вкусовые, обонятельные ощущения. Также височная доля находится в центре памяти. И центр, который ответственен за восприятие речи. Так, затылочная доля. Затылочная доля у нас занимается восприятием и переработкой зрительной информации. Поэтому при повреждении затылочной доли могут возникать проблемы со зрением или даже потеря зрения. Еще раз скажу вам, что обязательно нужно выучить, где какая доля располагается и какую функцию они выполняют. Такие задания встречаются достаточно часто. На некоторых центрах, которые расположены в долях головного мозга, хотелось бы остановиться. Это зоны, которые связаны с речью. Когда я вам сейчас рассказывала про доли, то вы услышали, что одни центры речи находятся в лобной доле. И также есть доли височной, вот на границе теменной и теменной доли, тоже ответственные за речь. Получается, в лобной доле находится зона брока. Это речи-двигательный центр, который помогает нам с вами, членораздельно, произносить звуки. Центр верники тоже отвечает за речь, но за ее восприятие. Поэтому центр брока еще называется моторным центром речи. То есть этот центр регулирует, чтобы мы могли произносить речь. А центр верники называют сенсорным центром. То есть с помощью него мы воспринимаем речь. Тоже рекомендую вам запомнить, где эти центры располагаются и какую функцию они выполняют. Так, ну и что еще нам нужно знать о головном мозге? О том, что от головного мозга отходит 12 пар черепно-мозговых нервов. Они нумеруются римскими цифрами. Первый нерв – это обонятельный нерв. Второй нерв – это зрительный. Далее идет глазодвигательный, блоковый, тройничный. Далее идет у нас отводящий нерв. Он у нас будет шестой. Далее лицевой, предверно-улитковый, или его еще называют слуховой нерв. Языкоглоточный, блуждающий, подъязычный и добавочный. Это 12 черепно-мозговых нервов нашего головного мозга. Давайте разберем с вами некоторые задания, которые встречаются в некоторых олимпиадах. Вот в этом задании нам необходимо правильно расположить отделы головного мозга, начиная с того, который ближе всего расположен к спинному мозгу. И у нас 4 варианта отделов головного мозга. Средний мозг, промежуточный мозг, продолговатый мозг и большие помешали. Ближе всего к спинному мозгу мы сегодня с вами выяснили, является продолговатый мозг. То есть он продолжение спинного мозга. Поэтому сначала нам необходимо написать цифру 2. Далее из предложенных вариантов, ближе всего к продолговатому мозгу, у нас находится средний мозг. То есть над продолговатым мозг, но у нас его нету в заданиях. И далее идет средний мозг. Над средним мозгом располагается промежуточный мозг. И дальше всех от спинного мозга находится конечный мозг, представленный большими полушариями. Поэтому в данном задании правильным ответом будет цифра 2, 4, 3, 1. Задание это нетрудное, если вы выучили все отделы головного мозга. Далее, установите соответствие между характеристиками и отделами головного мозга. В этом задании необходимо знать функции того или иного отдела головного мозга. Нам дают 6 вариантов, которые должны мы соотнести с тремя отделами головного мозга. Располагается непосредственно над спинным мозгом, обеспечивает точность и координацию движений, содержит центр дыхания, имеет борозды и извилины, включает в себя гипоталамогипофизарную систему, располагается центр голода, жажды и насыщения. В прошлом задании мы как раз выяснили, что непосредственно над спинным мозгом у нас располагается продолговатый мозг. Обеспечивает точность и координацию движений, это мозжечок. Это одна из важнейших функций. То есть в мозжечке находятся различные ядра, которые обеспечивают наше равновесие, координацию движений и так далее. Центр дыхания располагается в продолговатом мозге, имеет борозды и извилины. Мы сразу вспоминаем, что борозды и извилины имеют большие полушария, но здесь у нас в задании нет этого отдела головного мозга. А борозды и извилины имеют мозжечок. Включает в себе гипоталамогипофизарную систему. Гипоталамус – это структура промежуточного мозга. От гипоталамуса отходит гипофиз. Значит, гипоталамогипофизарная система относится у нас к промежуточному мозгу. Ну и центры голода, жажды, насыщения у нас находятся также в промежуточном мозге. Поэтому здесь правильным ответом будет цифрой 2, 3, 2, 3, 1, 1. Так, следующее тоже – соотнести функцию или какую-то характеристику отдела головного мозга. Только здесь у нас следующее дело – средний мозг, промежуточный и продолговатый. Предлагают нам 6 характеристик соотнести. Содержит центры ориентировочных рефлексов. Содержит дыхательный центр. Участвует в регуляции температуры тела. Расположен над мостом. Содержит центры защитных рефлексов. Отвечает за чувство голода и насыщения. Содержит центры ориентировочных рефлексов на звук и на слух. Это средний мозг. То есть вот четверохолмия, структуры четверохолмия. Содержит центры ориентировочных рефлексов. Дыхательный центр, уже должны были запомнить, находится в продолговатом мозге. Участвует в регуляции температуры тела. Это промежуточный мозг. Расположен над мостом у нас средний мозг. Так, и отвечает за чувство голода и насыщения. Это промежуточный мозг. Вот такие встречаются задания, где нарисован головной мозг. И нам нужно найти только те структуры, которые правильно обозначены по цифрам. Вот, значит, здесь нам даны цифры и варианты, какой отдел головного мозга изображен. Нам нужно только здесь выбрать те отделы, которые изображены правильно. По цифре 1 нам в задании написано, что это промежуточный мозг. Нет, самый нижний отдел головного мозга, ближний к спинному мозгу, это продолговатый мозг. Поэтому первое неправильно. Дальше, по цифре 2 структура у нас подписано, как продолговатый мозг. Нет, продолговатый мозг вот он, а над продолговатым мозгом находится структура, похожая на валик. Это мозг, да, или как еще его называют, воролевый мозг. Далее, по цифре 3, что у нас изображено? Над мостом располагается средний мозг. Средний мозг на этом рисунке изображен правильно. Далее, цифра 4, видим структура, которая изображена над средним мозгом, как бы и между средним мозгом и большими полушариями. Это промежуточный мозг, а не мозг. Поэтому это тоже неправильно обозначенный отдел головного мозга. По цифре 5 у нас изображены большие полушария, действительно, наверное, их с каким-то другим отделом головного мозга спутать, наверное, невозможно. Ну и мозжечок. Можжечок, который расположен у нас сзади продолговатого мозга, с моста, да, граничек с затылочной долей больших полушарий, это, конечно же, мозжечок, состоящий из двух полушарий и червя. Поэтому здесь правильный ответ 3, 5 и 6. Так, задание, где нам нужно соотнести функции с долями коры больших полушарий. Доли больших полушарий нам не названы, не подписаны, а просто обозначены цифрами. Давайте попробуем сначала разобраться, о каких долях головного мозга здесь у нас будет идти речь. По цифре 1 мы видим височную долю, а по цифре 2 затылочную долю. Напомню, что правильно понимать, с какой стороны нам изображен головной мозг, чтобы определить долю, помогает нам и ствол головного мозга, и мозжечок. То есть, лобная доля, она ни с кем не граничит, а затылочная, височная доля с мозжечком. Так, значит, теперь попробуем распределить. Понятие по долям головного мозга отвечает за восприятие световых сигналов. Ну, то есть, свет, чем мы можем воспринимать световые сигналы? Только нашими глазами, то есть, это связано со зрением. Какая доля у нас отвечает за зрение? Это затылочная доля по цифре 2. Зона слуховой чувствительности. Сказали, что обработка всех сигналов, полученные от наших органов слуха, происходит височная доля, то есть, по цифре 1. Восприятие звуковых сигналов. Ну, это то же самое, да? Слуховая чувствительность, звуковый сигнал. Это тоже височная доля. При повреждении доли человек слепнет, то есть, потеря зрения, а зрение связано с затылочной долей. Ну, и зрительная зона – это затылочная доля. То есть, для выполнения этого задания нужно четко знать расположение четырех долей головного мозга – лобно-теменной, височной, затылочной, и какую функцию они выполняют. Далее, вот такое вот задание. Определите, какой из рисунков соответствует активности головного мозга при рассматривании иероглифа. Видим здесь, что нам показано очень схематичное изображение головного мозга. И активности вот изображены, вот, да, где наибольшая активность, вот такой вот красный цвет изображен. Значит, человек осматривает иероглифы, то есть, активизировано его зрение. Значит, нам нужно найти тот отдел головного мозга, где располагается обработка зрительной информации. На вот таком очень схематичном рисунке головного мозга мы видим борозды, помним, что борозды делят на доли. И видим четыре доли, да, вот это лобная доля, достаточно большая, теминая доля, затылочная доля и височная доля. Теперь надо вспомнить, зрительная доля, да, где обрабатывается информация зрения, затылочная доля. Из четырех рисунков затылочная доля, а именно активность затылочной доли, соответствует рисунок под буквой Б. Вот она, затылочная доля. То есть, вот здесь, допустим, на рисунке Г, видно, что это лобная доля активизирована. Допустим, когда мы осуществляем какие-то очень сложные формы поведения, да, или же мы произносим речь какую-то, то вот лобная доля будет наиболее здесь активна. Так, значит, следующее задание, похожее тоже нам, смотрите, изображен головной мозг, вот такими вот яркими вспышками, показана их активность. И нам нужно понять, какой рисунок соответствует активности головного мозга при ходьбе. Значит, вспомним с вами, да, что здесь, ну, во-первых, вроде бы ходьба, хочется сказать, что это мозжечок, координация движений, но вот мы видим мозжечок, да, на всех рисунках, в нем активности нет. Значит, здесь дело не в мозжечке, а в долях больших полушарий, в которых тоже находятся центры, связанные с движениями. В данном случае это у нас теменная доля, в котором находятся центры, регулирующие нашу ходьбу, да, такие достаточно сложные движения, которые мы осуществляем при ходьбе. Соответственно, на рисунке нам нужно найти, где же активность показана именно в теменной доле. Здесь, кстати, вот видите, головной мозг как бы перевернули, показан не так, как обычно на рисунках, да. Смотрите, мозжечок у нас вот здесь. Соответственно, вот эта лобная доля, это затылочная. На рисунке А нам активность показана в височной доле, а нам нужна теменная доля. Далее здесь под рисунком В тоже височная доля активирована. Под рисунком В затылочная доля. Вот видите, мозжечок, затылочная доля. Ну, а под буквой Г мы как раз видим активность теменной доли, которая очень активна при ходьбе. Таким образом, в этом задании правильным ответом является вариант Г. Вот такие разнообразные задания могут встречаться по теме строения функций головного мозга. Еще раз, да, повторюсь, что очень хорошо нужно знать отделы головного мозга, как они расположены в головном мозге по отношению друг к другу, знать их функции. уделяем внимание долям больших полушарий, лобной, теменной, височной, затылочной. Хорошо нужно выучить, какие центры находятся в этих долях головного мозга. Также вы по этой теме найдете рекомендации по изучению этой темы и контрольную работу. Контрольная работа включает 15 заданий. Там будут и тестовые задания, и работы с рисунками. Так что желаю вам плодотворно проработать эту тему, выполнить задание контрольной работы. На сегодня наша видео лекция заканчивается. Всем спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...